Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корнакова Юлия. Я вновь рада видеть вас в Музейно-Восточном Центре Тульской Древности. И сегодня мы с вами сделаем вот такую куклу-ангела. Куклу-ангелов делали на святки, в рождественский сочельник. Также дарили куклу-ангелов, таких красных, пламенеющих цветов, на Пасху. Ну а эта кукла-ангела нетрадиционная, скорее всего, она сделана уже современной. Но это как раз тот вариант, когда современная кукла выполнена полностью по старинным традициям. Причем сделана она на основе, я думаю, что всем хорошо известной куклы «Зайчик на пальчик». Для того, чтобы сделать такую куколку, нам нужно два кусочка ткани. Один прямоугольный, ну можно сказать, что где-то в ширину 20 на 40 см. Другой это для туловища, для ручек и для головы. И второй лоскут, это квадратный лоскут 20 на 20, для того, чтобы сделать крылышки ангелом. Нужны также нитки, нужен шнур, можно декоративный такой, лучше, если он будет такой эластичный, будет тянуться. Он лучше будет держаться на голове и на туловищу куклы. И немножко синтепона. Ангел выполнен из такой достаточно грубой, практически домотканной ткани. Конечно, она современная, это холст. Но тем не менее, вот в этой своей грубости, в этой своей простоте, она, мне кажется, очень оригинальная и очень душевная. Начинаем мы с вами с того, что берем большой лоскут ткани и кусочек синтепона. Из синтепона формируем головку. А так как синтепон достаточно хорошо уминается, то нужно взять его достаточное количество, не бойтесь, и много его не будет. И обтягиваю верхней частью нашей ткани головку, формирую головку нашего ангела. Можно сразу же расправить крупные такие складочки и сразу заложить, сформировать лицо нашего ангела. Вот в этот раз я взяла нитки декоративные, такие они белые, с небольшим блеском, с люрексом. И завязываем голову. Прежде чем завязать, делаем несколько оборотов, так будет ткань лучше держаться. И даже когда мы с вами распустим ее, наш узелок никуда не денется. Узелков нужно завязать как минимум 2-3, чтобы уже точно ни одна ниточка не развязалась и наша кукла не потеряла с вами форму. Вот таким образом получается. Получается впереди оставшийся кусок ткани и сзади небольшой, совсем краешек кончик. Затем по периметру мы немножко вытягиваем, разравнивая опять же складочки на себя и вверх немножко по кругу, по всей головке нашего будущего ангела. Складочки становятся меньше, синтепон еще больше уплотняется и получается такая достаточно красивая круглая головка. Вот таким образом. Теперь, так же как и у зайчика на пальчик, мы делаем руки из оставшегося большого куска ткани. Мне больше нравится опять же, когда края загнуты внутрь. Вот таким образом тогда мы их загинаем и хорошенько проглаживаем, чтобы они держались. Чтобы не было никаких лишних ниток и куколка не смотрелась неряшливо. И просто закручиваем рулончиком, формируя ручки. И опять завязываем ниткой. Все лишние ниточки мы отрезаем, чтобы куколка наша смотрелась достаточно опрятно и красиво. Ну а такая декоративная нитка, мне кажется, придаст нашему ангелу именно вот такое новогоднее, рождественское настроение такое. Три узелка делаем и переходим на другой стороне. Немножко заминаем ткань, чтобы лучше было завязать. Закручиваем и завязываем. Стараемся все узелки завязать с одной стороны. И желательно, чтобы это было сзади. Вот таким образом. Вот так получается, что у нас сверху головка, а внизу наши ручки. Теперь просто вот таким образом подгибаем нашу ткань. Заправляем уголки. Заправляем все лишние. Ненужные части ткани вовнутрь. И теперь нам надо закрепить ручки. В принципе, куколка делается достаточно легко. Можно сделать ее даже самостоятельно дома с детьми. Для того, чтобы ручки лучше держались, нужно сделать крест. И мы начинаем закреплять руки таким образом. Сначала несколько раз обматываем на поясе. Выравниваем немножко ручки. Затем через одно плечо. Например, тоже три раза. На поясе. Через другое плечо. И завязываем. На поясе опять же и завязываем. Выравниваем опять же складочки все. Вот таким образом у нас получается крест на груди. Если бы это у нас была бережная кукла, мы бы сказали, что это бережный крест, что он оберегает. В данном случае он лучшим образом закрепляет наши ручки. Вытягиваем ручки как можно лучше. Все складочки разравниваем. Получается вот такой ангелочек на пальчик. Можно. Теперь нам нужно сделать имитацию нимба. И мы берем вот этот как раз эластичный шнур и завязываем его на головке. Нужно, завязывая шнур, нужно затянуть его как можно потуже. Иначе он соскочит с головы. Поэтому не жалейте. Пусть даже она немножко деформируется, подтянется немножко голова. Но зато он будет держаться намного крепче. Собственно, это, наверное, получается, что самая сложная практически деталь этой куклы. Так как он может несколько раз ползать. Но, тем не менее, мы с вами справились с этой задачей. И завязали. Вот такой. Такому ангелу можно повязать и небольшую косыночку. Может быть, таких каких-нибудь нежных, голубых, серебристых, может быть, розовых каких-то тонов. А можно завязать вот такой нимб. Затем мы делаем с вами крылья. Чтобы сделать крылья на вот этот квадратный кусок ткани, надо сложить по диагонали от угла к углу. Да, таким образом. И мы просто собираем гармошечкой наши крылышки. Для того, чтобы нам было проще закрепить крылья на фигурке, мы завязываем сами крылья сначала. Можно сразу, если у вас есть уже опыт, можно сразу привязать. Не завязывая. Пропуская вот этот этап, который я показываю сейчас, можно будет сразу привязать крылья к фигурке ангела. Ну, а если вы делаете с детьми, то, конечно, проще вот так завязать. Все лишние ниточки мы обвязаем. Вот такие крылышки у нас получаются. И теперь нам нужно привязать крылышки к спинке ангела. Можно тоже, или нет, лучше даже, я бы сказала, привязывать их крест-накрест для того, чтобы лучше закрепить. И мы сначала закрепим нитку, два раза обмотав ее вокруг пояса. Затем накладываем наши крылышки и через плечо. Раз, два, три. Опять вокруг пояса. И через другую плечо. Раз, два, три. И вокруг пояса. Сзади завязываем. Вот таким образом закрепим крылья. Они уже у нас с вами никуда не денутся. И крепко будут держаться. А вот двойной, почему мы берем именно квадрат, можно уже было взять треугольник. А квадрат придает, да, вот эта двойная часть, двойной слой материала придает жесткость крыльям. Поэтому вот они так стоят за спинкой ангела. Можно еще на пояс завязать тот же шнур, использовать декоративный. И завязать тоже такой вот красивый серебристый пояс. Нашим ангелочком. Тогда на краешках можно тоже завязать узелки. Лишние ниточки отрезаем. Вот у нас получается вот такой ангелочек. Таким ангелочком можно украсить елку. Можно подарить близким, поздравив их с наступающим Новым годом, даже с Рождеством. Можно, в принципе, ангела такого же делать из декоративной ткани, да, не использовать обычный холст. Я думаю, что он тоже не потеряет и будет очень красивым украшением елки и замечательным подарком к новогодним праздникам.